Всем привет, с вами Дмитрий Луценко и проект Ferrum.com Как вы уже прочитали из названия этого видео, сегодня мы будем распаковывать Meizu M2 Note Это чуть более убюджетная версия и без того бюджетного, удачного смартфона компании Meizu под названием M1 Note Но сегодня, собственно говоря, мы будем в первую очередь говорить о комплектации, о коробке О самом смартфоне мы уже поговорим в подробном видеообзоре Если у вас есть вопросы по этому девайсу, обязательно пишите их в комментариях Мы на них будем отвечать уже в самом обзоре Ну давайте перейдем к самой распаковке Пару слов о коробке, как можно заметить, она к нам приехала очень помятая Я не знаю, как с этим бороться Наверное, буду поголовно во всех заказах писать в комментариях, чтобы паковали в пупырчатый полиэтилен Хотя, несмотря на то, что во многих я уже так делал, продавцы очень редко выполняют пожелания покупателей Почему-то очень часто происходит вот такое Очень не товарно выглядит коробка, к сожалению На самой коробке практически все написано на китайском Из того, что на английском это color, dark gray, емкость накопителя 16 гигабайт, название моделей И слово IMEI и SN, все остальное на английском Ну и Note 2, почему-то он, видимо, для китайского рынка называется Note 2 Вот, как мы здесь видим Вот эти вот иероглифы, скорее всего, означают Meizu M1 Не знаю, а, вот еще FHD, которое, видимо, означает разрешение дисплея Как мы уже знаем, компания показала еще одну версию M2 без приставки Note Которая будет с 720p дисплеем И, наверное, вот это вот, поэтому такая надпись на коробке присутствует Давайте приступим к самой распаковке Открывается коробочка у нас вот таким вот образом Здесь нас встречает сам смартфон Давайте интригу отложим на некоторое время в сторону Поговорим о том, что у нас здесь еще есть Адаптер питания Пробуем его достать Не дается так легко Адаптер питания очень компактный Он может быть раза в полтора больше И то я сомневаюсь, он просто более плоский Он, наверное, по объему где-то таких же размеров Как адаптер, который поставляется вместе с айфонами Какой у него ток на выходе? Ток на выходе 2 ампера 2 ампера, ребята, вот в таком вот, в маленьком таком адаптере За это компании Meizu от меня огромный плюс За то, что они смогли сделать адаптер одновременно и мощным и компактным Потому что, если честно, мне уже надоело таскать с собой постоянно в сумке огромные кирпичи, которые на выходе дают 1 ампер К счастью, с Nokia и моей адаптер он тоже относительно компактный Но в последнее время смартфоны, которые попадают в руки, адаптеры гораздо больше даже этого И при этом они менее мощные Вот за это Meizu огромный плюс Дальше у нас идет инструкция, уже видно USB кабель Инструкция полностью на китайском языке Опять-таки, только слово Meizu здесь написано на английском, точнее, латиницей А все остальное на китайском USB, microUSB кабель Да, с логотипом компании Вот здесь маленький кабель Будет видно, но я надеюсь, что будет В общем, здесь присутствует маленький логотип компании на microUSB штекере По дизайну он очень похож на Nokia Но не будем на этом акцентировать внимание Если честно, мне такой формат кабелей очень нравится Потому что и сам кабель матовый, и коннекторы матовые Их легко доставать С ними нету никаких проблем Обычно делают из глянцевого пластика Их очень тяжело выдергивать И здесь у нас есть скрепка Скрепочка у нас под наклейкой Аккуратненько ее попытаемся достать Даже так Наклеечка у нас с логотипом Flyme Это фирменная, так скажем, операционная система Которая на самом-то деле является глобальнейшей настройкой на iOS Android И вот с этим логотипом у нас скрепка В принципе стильная и не такая прямо маленькая Чтобы ее можно было потерять Я думаю, если прицепить ее на ключе Она очень долго там будет держаться За счет того, что металла на самом вот этом ушке Очень много ее не так просто сломать Весьма прочно Вернемся к самому интересному Ко смартфону Давайте снимем пленочки Которая у нас на нем присутствует Сзади наклеена пленка транспортировочная Почему-то на задний Хлястик сделан огромным А, ну да, действительно, почему-то Это все для того, чтобы можно было легко достать смартфон Спереди он очень маленький Спустя пару минут мучений мне все-таки удалось поддеть эту пленочку Снимается она относительно туго Первая аж отлетела Вторую, чтобы снять, придется попотеть Ну и давайте первый раз включим смартфон А пока он у нас нежно дрожит и включается Я расскажу о его характеристиках Здесь у нас установлен процессор MediaTek MTK6753 Это восьмиядерный процессор 64-битный Который работает на частоте 1,3 ГГц Точно такое же железо, кстати, если вдруг что Установлено в Elephone P8000 Который буквально пару дней назад к нам приехал Так, давайте поставим Здесь обои какие-нибудь более яркие Чтобы можно было более адекватно показать дисплей Да, разрешить, разрешить Экран Нет, видимо, не здесь Видимо, в оформлении Да Так, обои, обои, обои Вот, вот эти вот Обои экрана Такие айфонообразные Обои Яркие, хорошо видно экран Сейчас я выставлю яркость на максимум Максимальная яркость достаточно высокая Даже под углом Экран видно отлично Несмотря на то, что сейчас на смартфон С расстояния 30 сантиметров Лупит софтбокс Поэтому я могу сказать, что даже в солнечную погоду На этом экране все будет видно просто замечательно Пока что очень сложно сказать Если на этом экране олеофобное покрытие Так как, судя по всему, на нем остались Какие-то остатки клея от пленки Которая очень тяжело срывается Как мы с вами только что убедились Давайте заново пройдемся полностью по характеристикам Вкратце и скажем пару слов о том Что визуально по первым ощущениям Поменялось по сравнению с прошлым поколением Смартфона с M1 Note Значит, здесь у нас 5,5 дюймовый Full HD дисплей Точно такой же визуально по качеству Как и был в прошлом поколении Процессор Mediatek MT6753 Это 64-битный 8-ядерный процессор Работающий на частоте 1,3 ГГц Оперативки у нас 2 ГБ Хотелось бы, конечно, 3, но опять-таки Перед нами бюджетное устройство Поэтому не будем, так скажем, зажираться И 16 ГБ встроенной памяти Которую можно расширить при помощи microSD-карт Они у нас вставляются вот в этот лоток И для того, чтобы вставить microSD-шку Нужно будет пожертвовать одной из симок Да, смартфон поддерживает две симки Но одна, так скажем, на выбор Либо карта памяти, либо сим-карта И по изменениям, которые видны невооруженным глазом Во-первых, у нас вместо сенсорной кнопки Кнопка Home стала механической Насколько сильно изменился ее функционал И какие новые жесты появились для этой кнопки Я думаю, я уже узнаю при подготовке Подробного видеообзора Смартфон у меня первый раз в руках Я так сходу рассказать все о ней не могу Но я думаю, какие-то определенные фишечки Здесь поменялись Судя по всему, вот эта вот механическая кнопка Она теперь будет сопутствовать Абсолютно всем устройствам новым Meizu Сделано это, скорее всего, в тон Смартфону Meizu MX4 Pro Потому что у него была тоже механическая кнопка Если мне не изменяет память В нее был встроен даже сканер отпечатков Зачем она сделана здесь Мне пока сказать сложно Но я думаю, в ближайшее время я на этот вопрос Ответ все-таки дам Дальше Кнопка питания Если мне не изменяет память На Meizu M1 Note находилась на верхнем торце Смартфон большой Это было очень неудобно Здесь ее, слава инженерам, перенесли на левый торец И поэтому ее относительно удобно будет нажимать указательным пальцем Как я только что при вас и убедился Рядом же находятся качели регулировки громкости Снизу у нас четыре отверстия под динамик Микро USB и микрофон Ну и два винтика Которые судя по всему держат конструкцию Камера, вспышка все как и было И сверху, к сожалению, сверху миниджек И еще один дополнительный микрофон Ну и справа у нас находится лоток На котором я уже заикнулся буквально, может, минуту назад По внешним изменениям это все Дисплей выглядит абсолютно так же Я думаю, и работать устройство будет относительно неплохо В принципе, по первому знакомству, наверное, пока что все Я думаю, более подробно о смартфоне я смогу уже рассказать После того, как я его потестирую И обзор подробный будет в ближайшем обозримом будущем Если у вас есть какие-то вопросы по M2 Note Оставляйте их в комментариях к этому видео Постараемся на них ответить Чуть не забыл сказать Устройство к нам приехало с магазина Gearbest И ехало оно Сингапурпостом Если вдруг кому интересно Разрекламированный Сингапурпост все равно везет По ссылке не очень аккуратно Как мы можем заметить по печальному состоянию коробки На этом у меня, наверное, все С вами был Дмитрий Луценко, проект Ferrum.com Не забываем ставить лайки, подписываться на канал Спасибо всем за просмотр Пока! Субтитры сделал DimaTorzok